Пятого апреля в Новосибирске прошло противостояние двух бразильских тренеров. Тина Перес, возглавляющий московское Динамо, приехал в гости к своему соотечественнику Джоау Карлсу Барбози. Интересы матча подогревал тот факт, что в составе московской команды в Новосибирск приехали два человека, которые внесли немалый вклад в завоевание сибиряком и дали Суперлиги. Это Павел Сочирин и Густаво, лишь в прошедшем летом сменившие клубную прописку. Мне очень приятно вернуться в эти стены и играть здесь. Атмосфера сумасшедшая, поэтому мне очень много эмоций. Такое ощущение, что я отсюда не уезжал, поэтому мне очень приятно играть здесь. И просто так получилась эта жизнь. Посмотреть на противостояние сибиряка и Динамо пришел полный зал зрителей. Впервые в сезоне в Новосибирске собрался аншлаг. Люди стояли даже в проходах. В марте сибиряк праздновал 25-летний юбилей. И болельщики поздравили клуб с красочным баннером, общим размером 60 метров в длину. Этот перформанс стал самым большим в истории российского мини-футбола. Хозяева начали с места в карьер. И в дебюте встречи имели несколько прекрасных моментов для взятия ворот. Пока тыла не хватило чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел Пешота. После удара бразильца мяч из ворот выбил Тату. Динамовцы, выдержав натиск хозяев, к пятой минуте стали огрызаться. И практически сразу это вылилось в гол. Тату пробил издалека. Сучилин подправил мяч в штрафной. 0-1. Схожим оказался и второй мяч динамовцев, который состоялся на 14-й минуте. Дальний удар Батридинова, подправление Диогинья и 0-2. Буквальным следом москвичи провели третий мяч. Отбор в центре площадки, контратака 2-1 и гол пулы. Из легкого нокдауна Сибиряк вывел Ромова, следовавший мяч в свои ворота. Контратака Сибиряка закончилась сильным ударом Умберто. Густаво команду в этом эпизоде спас. И стал эмоционально отмечать свой сейв. В то время как Умберто быстро разыграл угловой. Застав расплох и своего бывшего партнера, и всю оборону Динамо. А так получился быстро, даже не видел, потом пошел на удары мяча, там рикошеты были. Ну молодец, молодец команда. После забитого мяча Сибиряк в игру вернулся. Однако очередная оплажность в обороне на 20-й минуте привела к тому, что Динамо вновь вернулась на комфортное плюс 3. Кобзарь нашел на дальней штанге Рахимова, которому оставалось просто попасть в ворота. На 24-й минуте Умберто мощным ударом завершил трехходовку, в которой кроме него приняли участие Котлеров и Покатыло. В оставшиеся две минуты до перерыва Сибиряк имел еще два стопроцентных момента, но во всей красе проявился Густаво, который сначала вытащил два сложнейших удара от Пешота, а следом эффектно и, что самое главное, эффективно парировал удар с лета от Умберто. Второй тайм начался с гола новосибирцев. Умберто нашел в штрафной Сергея Покатыло, и тот не оставил шансов Густаво. Сибиряк приблизился к Динамо на расстоянии одного мяча, и это придало подопечным Барбозе дополнительных сил. Хозяева проводили интересные атаки и имели не один момент для того, чтобы забить, но реализация оставляла желать лучшего. В итоге после безголевой 10-ти минутки на 38-й минуте забитым мячом отметились москвичи. Кобзарь отличился после дальнего удара, застав расплох Леонида Климовского. А после этого у ворот Сибиряка начался настоящий карнавал. На 40-й минуте после подключения Леонида Климовского к атаке Александр Фукин отправил в ворота хозяев шестой мяч. На 45-й он же вновь дальним ударом оформил дубль. Но это не все. После второго гола Фукина буквально за минуту динамовцы отличились еще дважды. Мячи на свой счет записали Рахимов и Нанду. В итоге счет из приличных 3-4 вырос до 3-9. 4-3 счет. Мы пошли бабанк. Стали больше атаковать, раскрываться. Сзади у нас появились большие дыры и не сумели забить. В ответ мы только пропустили в пустые ворота очень много мячей. Вначале не надо было пропускать такие мячи. Тогда бы не пришлось бы так отыгрываться. Точка же в матче на последней минуте поставил Павел Сучилин. Кстати, свой гол динамовец праздновать не стал. Приятно, конечно, забить, но не хотел праздновать. В прошлой домашней игре сибиряк впервые в истории потерпел домашнее поражение с разницей в 5 мячей. В матче с Динамо новосибирцы этот антирекорд обновили. 10-3 победа московской команды. Хотелось бы также поддержать команду соперников, потому что, на мой взгляд, счет встречи не до конца отражал ее содержание. И, возможно, конечно, цифры на табло не до конца свидетельствовали о силе нашего соперника сегодняшнего. Я уже сказал игрокам, чтобы они подняли голову и продолжали тренироваться, работали, чтобы есть две игры. Мы уже точно выйдем в плей-офф и нужно весь свою работу играть. Несмотря на поражение, сибиряк сохранил за собой пятую строчку в турнире на таблице. Равно как и Динамо, которая, в принципе, уже до игры в Новосибирске гарантировала себе первое место по итогам регулярки. Юрий Землянов, специально для Ассоциации Минифутбола России.